Два корабля прошли, вообще не остались. Мы махали, махали. Проходил Волга-нефть синий-голубой, с большими бортами. Прошел мимо, вообще не остались. Потом прошла баржа, вообще не остались. Только вот она осталась. Больше не купили. Летей на теплоходе было очень много. И даже больше, чем взрослых. Ребенок нам с мужем практически с 26. Она прибежала минут за две. Мне эта катастрофа сказала, папа, мама, тебе подошла, сейчас будет тонуть. Оденьте жилеты. У меня ступор. Как тонуть? Какие жилеты? У Казанина, где жилет лежит? Мы совершенно не собираемся спекулировать на этих кадрах, эксплуатировать их дополнительно. Но они сегодня обошли, в эти дни они обошли всю страну. И все каналы новостные, и не очень. Конечно, страшная трагедия произошла на Волге. Понятно, что погибли, ну уже это очевидно, под сотню людей. К сожалению, это главная тема дня. Это главная тема не только дня, но и недели. Более того, я так думаю, что главная тема не только дня, но и, возможно, недели, а может, не только недели, это не сам факт того, что застанул корабль Булгария на Волге в трех километрах от ближайшего берега. Не в том, что большующее количество людей погибли. Это даже не катастрофа, а как Михаил Леонтьев заметил, это страшное, чудовищное безобразие, бардак. У нас есть ощущение, что это не просто катастрофа конкретно одного корабля. Вот об этом сегодня мы в профилактике, вопреки привычной тональности, хотим поговорить. Продолжение следует...